Доброго времени суток всем! Сегодня дождливо. И это послужило еще одним поводом, чтобы сделать видеоролик. Поделиться с вами тем, как обстоят дела у меня в последнее время. Решил сделать небольшую кормушку в гонной голубядне. На первый взгляд небольшую. Результатом поделюсь чуть позже. Параллельно, в первый раз, выпускаю молодых на улице. Пока что неохотно выходят, но стоило одному показаться, и они уже друг за другом в полную изучают местность. Вот такая кормушка получилась. Добротная. Почтюмый рост. Результатом я доволен. Прошла неделя. Голуби все больше набирают силу, уверенно себя уже чувствуют на крыше, делают небольшие самоподъемы. А это уже первый целенаправленный подъем. Для этого выбрал 10 штук. Было бы неправильно сразу всю стаю угнуть в такую погоду. И то я допустил тут ошибку. Голубь, которого я отметил, так и не прилетит. Я знал, что следующие два дня будут дожди, но руки все-таки потянулись. Подогнал. Но это еще не все. Специально не редактировал видео, чтобы показать все как есть. Начало мне понравилось. Быстро набирает высоту. Вроде все спокойно, плавно. Но проходит несколько секунд, и уже чувствуется что-то неладное. Голуби ускоряют полет. Птицы издают тревожные крики. Спустя еще несколько десяток секунд случается первая атака ястреба. В кадр попадает голубь рыжебитый, который получился от мраморношеева. Он, кстати, тоже пропадет. Так и не вернется. Я уже взглядом камеры ищу. Откуда же атака? И вот. Таганка от мраморношеева. Тоже минус. Это частый гость, как оказалось. В итоге, минус три за один день. Перекрыл на два дня. Дожди. На третий день снова открываем. Не проходит и минуты. Атака. В этот раз все обошлось. На следующий день снова открываем ледную голубятню. Подбираю несколько голубей, которые уже более уверенно себя чувствуют. И снова полет. Но перед этим покажу еще молодых, которых я докинул. Гранатовая. Красивая получилась. Желтомраморная. Еще парочка желтомрамора. Бурая от граната. И получилась, скажем, мраморная от граната. Такие красавцы. Уже очень интересно, как они полетят. И выживут ли. Догоняем на улицу. Перекрываем, чтобы остальные не выходили. В кадр попадает желтомраморная. В кадр попадает желтомраморная. Находится слева в углу экрана. Посередине рыжемраморная голубочка. Синя кольца. Светлые. Они оказались очень перспективными. Сразу набор высоты. Плавность. Интересный стиль полета. Но, снова таки. Увы. Желтомраморная не вернется. Для третьего подъема, как по мне, это очень хороший результат. Быстрый набор высоты. Тяга к небу. Желание летать. Но и в этом есть свои минусы. Кстати, тот голубь, которого я отметил при первой подгонке, он как раз одногнездка этого желтомраморного, что не вернулся. Возникает вопрос. Это стечение обстоятельств? Или, возможно, безголовость? Или, возможно, ястреб? Будем разбираться. Таким получился этот видеоролик. Не слишком длинным, но, надеюсь, информативным. Далее еще будет. А вам желаю здоровья, добра, мирного неба над головой. Для голубей чистого, без хищников. И, как всегда, нет войне. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok